Здарова! Э-э-э, Триборно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Гэтсби через донатик, за что ему огромное спасибо. Попросил меня посмотреть ролик с канала Джо Шиза, где он озвучивает ностальгирующего критика, а именно его видасян, который называется Перси Джексон и Похититель Молнии. Я на самом деле этот фильм очень люблю, обе части, много раз их пересматривал. Надо, кстати, наверное, опять посмотреть, потому что где-то раз в два года я пересматриваю очень много фэнтезийных фильмов. Не знаю почему, люблю, там Гарри Поттер, Василин Колец, Перси Джексон и там Хроникинаргия, что-то еще, не помню. Что-то еще смотрел, но не помню, что. Короче, люблю очень этот фильм. Но прежде чем начать смотреть видасян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, не забывайте подписываться на вас, на Эдакзен, на группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании. А вот теперь давайте посмотрим ролик, уверен, будет офигенный, как и обычно. Поехали! Что так громко? Так. Не, музыка прям классная, такая, как будто бы к 80-м или 90-м нас отсылает. Ностальджик, вытик! Сейчас будет его приветствие, как обычно, да? Критик, да. Не скажешь, что... Нифига себе, у него бусы. Какой знак? Ээээ... Скул... Пор... А, фор... Волфт... Йонгстерс. Йонгстерс. Я не знаю, что такое. Ну, Янг, это что-то молодой, да? Ну, это школа какая-то для молодых, чего? А, школа НК для ваунутых подростков. А, понял. Так он же вот показывает. Который на конце твоего пальца? Да, на конце моего пальца. Скажи-ка мне, Малькер, зачем люди смотрят фэнтези и фантастику? Потому что нравится, наверное. Ради новых миров, существ и... Ну, да, согласен полностью, потому что наш мир как-то... Ну, ладно, уже не скучноват. В любом случае, но он всё равно скучноват, потому что вот рутина, вся фигня. Хочется погрузиться в какой-нибудь другой мир, пережить какую-нибудь другую жизнь. Поэтому мне, например, вот именно этим нравится фэнтези и фантастик больше, чем какие-нибудь романы, основанные на нашем мире. Там, бытовуха, вся фигня. Да ну его... Я хочу это, попутешествовать. Вместе с Фродо, например, да? Идеи? Подросток чувствует себя изгоем, нависает неведомая угроза, приходит неведомый герой, чтобы помочь, спасти и обучить подростка и... Дай угадаю. То, что сделано... Ну, в принципе, логично, да? Делала подростка изгоем поможет спасти мир. Вот именно, да ты в теме! Но не думаешь, что людям... Ну, это чтобы детишки ассоциировали себя с главным героем. Это осточертело. Логичный вывод, но что-то не надоедает. Темное отражение, излом времени, восхождение Юпит... Темное отражение, а что за темное отражение, не помню. Излом времени знаю, не смотрел, восхождение Юпитера... Восхождение Юпитера, подожди, смотрел. По-моему, так себе в фильме, если честно. А его разве снимали не сестры эти? Которые Мадридс снимали? Напишите в комментариях. Фильм Тима Бёртона, о котором ты забыл. Но почему подросток не может быть проработанным персонажем? Потому что тогда зритель не представит себя на его месте. Чего это вдруг? Типа настоящий человек, непреработанный персонаж? Я думаю, сможет представить его в своем месте. Но главное, чтобы красиво и хорошо проработать. Думаю, что улавливаю. Смотри и учись, друг мой. Давай, рассказывай. Что, это Джубили? Нео, там и Джубили я узнал. А, это Эрагон, ладно. Я и давно, кстати, не смотрел, надо тоже переговорить. А, это Гарри... Да господи, я просто там мельком все показали. Гарри Поттер бы я явно тоже узнал. Вот Эрагона, Эрагона нет. Гарри Поттер. Мы не любим дважды назвать имя, Зейка Поттер? Нет, сэр. Отлично. Некоторые люди считают, что вы должны быть проработанными и сложными. Почему именно Джубили вставили здесь? Разве так дела делаются? Сэр, нет, сэр. Нет, вы должны быть обычными, как все. Чтобы, когда происходило что-то реально крутое, оно выглядело бы еще круче. Ну, как это сделать, если мы изгои? Да, мы лишь красивые люди. Подожди, с чего это Нео вдруг изгой? С чего это Джубили вдруг изгой? Ну, Гарри Поттер возможно. Но, в принципе, я бы тоже сказал, что он изгой. Там, блин, вокруг него постоянно много людей крутится. Постоянно еще и потом его обсирают и так далее. Но, хе, нет. А насчет Рагона я не помню. С уникальными талантами. Мы никогда не впишемся. Именно такого ангста и ждет аудитория. Вы должны быть самыми крутыми. А, изгой, наверное, Джубили, потому что она мутантчик. Вы все равно не должны понимать, чтобы зацепить забитого зрителя. Зейка Поттер, твоя фразочка. У меня ее нет. У меня ее нет. У меня ее нет. У меня ее нет. И как же ты зацепишь зрителя, если не можешь сказать ничего типа крутого? Мне очень жаль. Я постараюсь придумать, что это очень крутое. Я не говорил очень крутое. Я сказал типа крутое. С реально крутыми вещами ты встретишься в своих приключениях. И ты не должен их затмить. Человек не должен затмить переключения. Прикольно слушать. Твоя фраза. Кстати, похоже. Любой впечатлительный старшеклассник это запомнит. А иногда нам прям очень хочется показать, как сильно нам нужна. Кстати, правда, это не фэнтези. А, ну он же сказал фэнтези и фантастик. Это аудитория. Джубили, покажи как надо. А девчонка, зависающая в моле, ест картошку с чили? Она так говорит в комиксах или в мульте? А девчонка, зависающая в моле, ест картошку с чили, ест картошку с чили. Вот как надо заигрывать со своей аудиторией. Да ну фига какая-то, мне кажется. Учитесь у Джубили. С такими пустыми репликами она не станет ничьим любимым персонажем. Стало. Даже один рэпер взял ник в честь нее. А теперь вы станете самыми лениво написанными средненькими протагонистами, чтобы ваши лениво написанные средненькие вселенные выглядели волшебнее. Да в смысле лениво написанными? По-моему и Гарри Поттер, и... Матрица нормально написанная, про люди их ничего не скажут, потому что очень мало комиксов читал. А про Аэрогорда я даже вообще не читал. Я только годишку, ой, фильм смотрел. Как? Это давно. Двадцать кругов, Поттер! Я? Я? Двадцать кругов! А-а-а-а! За просмотром версии Джексона и похитителя молний. Окей. Ну я так понимаю то, что ему он вообще не понравился. Фильм 2010 года по мотивам подростковых книг не стал хитом на родине, но за рубежом копеечку заработал. Про книги ничего сказать не могу, но фильм явно пытается нажиться на идеи наивного подростка, втянутого в волшебный мир полный чудес и опасностей. Книга такая же практически. Там, ну, есть, конечно же, изменения. Но самое главное то, что здесь Перси 18, это примерно, да? А в книге 13. Зачем? Не, ну на самом деле, мне кажется, это наоборот лучше так. Потому что если бы опять про ребенка прям рассказывали у маленького, было бы немного странно, типа, А, Гарри Поттер, хотя я сейчас его с Гарри Поттером сравниваю. И хотя эта избитая формула использовалась во множестве фильмов, обычно к ней добавляется какая-то приятная изюминка. Однако фильм, хоть режиссером и стал снимавший философский камень Крис Коламбус, напоминает копеечную раскраску, которая прикидывается популярной, но никчемной, как туалетная бумага, на которой напечатана. Не знаю, мне понравился. Он использует формулу, по которой снимали уже кучу подобных картин. Ну, это то, что он как бы вторичный, я согласен, естественно, нет там ничего выдающегося, но он сделал свое дело, он меня разлег, как минимум. Молочим от них отличается. И мы раскроем эту формулу, потому что если они... А, и он здесь не умер, насколько я помню. Не могут нажиться на подобных клише, почему не можем мы? Так что конспектируйте, как клепать подобные фильмы, как можно быстрее. Рассказывай. Я пробежала 20 кругов вокруг здания. Джубили? Он имел в виду 20 кругов вокруг всего квартала. А нафиг так много? Он же офигеет. Он тебя так уже наказывал? Нет, просто я его понимаю. Хорошая интуиция, Джубили. Я бы сказал, пошел ты! Ааа, такое лицо. Это Брюсит Джексон. Нет, это Гарри Поттер был. Фильм начинается с огромного зеленого аквамена, который выходит из моря в город. Вижу, боги запросто скрывались все эти годы. Эй, круто! Силы Посейдона еще и даруют ветровку. Интересно бы узнать об этом побольше. Ааа, неплохо. Он разговаривает с Эпсором, который, судя по тому, что его играет Шон Бин, должен быть богом смерти. И вот вам первое клише ваунутых подростков. Тайные важные разговоры перед появлением главных героев. Похоже, молнии Зевса украли, и он считает, что виноват сын Посейдона. Какая жалость, что боги без всякой на то причины отгородились от нашего мира. Мы могли бы показать им камеры, сигнализацию. Чтобы они поставили на Олимпию. Неплохо. Что-то, что могло бы доказать чью-либо вину вместо пустых догадок. На самом деле, они всевидящие. Вообще, какого фига он не знает, кто украл? Это как-как это? Ну, ты явно не Зевс, ты подделка. Но разве от раскрытия их тайного мира не уменьшится? Градус вау. Градус вау? Воист? Ууу. Логику можно отбросить во имя эксплуатирования заезженных штампов. Хорош, бро. Зевс говорит, что на возвращение краденого у него две недели, иначе быть в войне. Помните, как на земле исчезли все молнии и никто не заметил? Весело было. Вместе с титрами перед... Что? Ничего не понял. Нами Перси Джексон сыграны Логаном Лерманом, который задерживает дыхание на 7 минут и его друг, которого сыграл Брэндон Т. Джексон. Угу. Вот как разговаривает молодежь. В общем, класс. В смысле, а что он не понимает? И вы как бы и есть в классе. Эта аналогия не работает. Я сейчас не понял, что он здесь докопался. Перси сложно читать с доски, и доктор диагностирует у него дислексию. Угу. Забавно. Очень сомневается, что дислексия работает именно так. У меня самого легкая дислексия. Я путаю местами слова и предложения. Подожди, как это... Подожди, стой. Это так и работает? Как можно перепутать слова и предложения местами? Типа, они идут по порядку. Я не понял. У меня... Типа, нарушено внимание. Вот это вот, по-моему, называется дислексия, насколько... Или нет. Не важно. Но, типа, как мне можно пометить слова и предложения местами? Они же по порядку реально идут. Ты чё? Ты вот так вот читаешь, потом раз перепрыгнул на вот так, что ли? Как это читать? Я вообще не понимаю. Очень сомневаюсь, что это так работает. Но что ты не видел, чтобы буквы скакали, как титры Дика Ван Дайка в конце Мэри Поппинс? Похоже! Я, кстати, тоже не понял, какого фига. Раньше я не задавался таким вопросом. Нелокая коробка сдаётся за лям долларов в месяц. Откуда у неё целое здание? Или двери были открыты, и она слышала его с третьего этажа? И почему ей там не быть, если они там живут? Да, это очень странно. Ну да ладно. Чёрт, не знаю, какому принцу ты гладишь одежду, но черевы на него, что надо. Перси говорит, что его дислексия и СДВГ становятся только хуже. СДВГ, синдром, дефицит внимания, да? Ага. Понимаю. Знаете, должен отметить, почти что каждый ребёнок в наше время страдает от СДВГ, дислексии или того и другого. Чё-то мне тоже так кажется. Да даже не только дети. Вот, например, я, как я говорю, у меня дефицит внимания просто жесть. Это как бывает, ролики даже реакции записываю такой. А чё вначале было? Я уже забыл. Не могу сосредоточиться вообще ни на чём. Это крайне раздражает. Кто знает, как это лечится? Скажите, пожалуйста. Мне... Примерно 50 до 60% людей из СДВГ также имеют трудности в обучении. Самая распространенная проблема дислексии – трудность, связанная с языком, которая влияет на способность к чтению. От 8 до 17% населения страдает дислексией, и большинство недопонимает это заболевание. И не хватает внимания, чтобы дочитать это! А я дочитал. Вам нужен типичный недоразвитый ублюдочный персонаж? Не успеете это договорить, и Джо Пантелиано уже здесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Если бы только буквально его отец с небес смог видеть, как хорошо я его воспитываю. Отойди-ка, Мария, я тут важное лицо. Ха-ха-ха-ха-ха. Он дырки по луне и гоняет. Да говорю же, секс, я что должна это вслух сказать? Потому что он воняет, да? Не, ну это по фильму, он типа воняет, поэтому... Прости. Потому что 12+, да? Добрый вечер, вы кто? А тут Добряк выглядит как злодей. «Не злодей выглядит как Добряк». Что ж, давайте посмотрим до... Я бы и сказал, что там злодей выглядел как Добряк, бы посмотрите на ее лицо. Допустя, ли фильм банальный для исчезновения за машиной? Давай, давай, исчезай уже, давай. Ха-ха-ха-ха, ну да. Блин, это реально в каждом втором фильме происходит. Давай, исчезни. Ну, по-моему, это настолько мелочи, что... Давай, 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 давай. Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Молодцы. Критик, я нашёл этого унылого ребёнка с приступом астмы. Поттер, ты отстаёшь, возьми конспект у него. Да в смысле ты его сам заставил бегать 20 кварталов? Точнее 20 кругов вокруг квартала. Бедняга. Если я вокруг квартала просто пройду пешочком, я охренею, это минут сорок пройдёт, а бегать 20 раз. Жесть. Не считаешь это наказание жестоким и необычным? считаю она жестокая и вполне обыденная ну да кыша кыша ну ты бразь экскурсии в музей где изучают что же еще доходит на него смотреть влюбилась греческую мифологию которую преподает пирс брослен в роли не знаю актера которому нужен оскар смотрите там был геракл ну написано на титрах здесь мы видим геракл а потом сразу геркулес я просто не помню я знаю диснеевские мультики это был шрам и это она отличненько травмировала трехлеток на замене говорит сперс похоже на шрам был и ну это было быстро я кстати сейчас посмотрел на эту я не знаю кто это гаргуле или кто она прям жуть как похоже на одного монстра в мульте пират темной воды если кто-то смотрел может вспомнит я от этой серии вот с этим монстриком прям жесть как в детстве срался да в такой школе я был бы повнимательней для костылей и коляски это смешно еще ручка это ручка это вообще-то вы будешь вы по-моему это же не высокомерные люди к тебе не подойдут согласен это моя фишка пиво моя роль в клане сопрано херня по сравнению с этим персонажем и так супер гровер вступается и говорит его матери что пора уезжать нифига себе тачка у них классная мне кажется или этот говнюк всегда на взводе расслабься чел ну расслабься чел это что машина мы в машине машину тупость а пойду пешком хочу иду пешком я хочу летать какого фига перси корова дорогу перешла перси корова что он полукозел и отводит перси в лагерь в котором он может нормально читать вот повторите это выражение повторите это вау что-то я по-моему переигрывался голос был кстати как у волан-де-морта почти но мама не может войти ведь вход только для полукромок не у тебя есть ручка пиши доставая щелкой вот так что ли ручка что страшнее меча который еще и меч так что подойдет его собственным рогом перед тем как он теряет сознание а теперь покажите лицо когда вы просыпаетесь с излеченными ранами в загадочке я чуть сразу вспомнил реально волосили на колец но это визелье а а вот это что за собака длинная это откуда не понял месте чё не на руки сворит и не понимаю вау как-то он не доиграл реакцию на смерть собственной матери вот блин у неё был мой свеч тогда не было свечи тупость ну да как-то реально не доиграл я не знаю типа мне нравится когда я смотрел его а вот сейчас когда свою критику понимаю что это как-то не мог мне я и так понимал что это очень странно и клишировано но в любом случае мне понравилось видимо я говноед у тебя что да блин я же этого не знал я хотел пойти с пацаном который при девочках съел свою перхоть какая мерзость кто так делает отвратительно кто ссориться в твиттере если звездные войны не признают религии и устраивает поджоги по 7 раз на дню у тебя дислексия и сдвг свою лузерскую жопу отвратительный ты кусок дерьма блин невероятный до который которым страдает каждый третий можно ладно больше поменьше неважно что он может тренироваться с другими полу богами что за прекрасное имя еще оказывается что пирс брослен кентавр я сейчас и не понял как он свою огромную жопу поместила в кресле каталки странно создается ощущение что это самое комфортное для него роль со времен джеймса бонда почему в общем скрывать копыта при помощи костыле идея весьма хорошая потому что можно пересмотреть и увидеть что его согнутые ноги на месте в это веришь но как он спрятал лошадиные я вот тоже без понятия и в чертовой коляске может слишком жопа большая чтобы там спрятать можно было даровали ему волшебный плед который скрывает ноги или же это тупость это тупость это тупость да полубоги же не могут себя защитить но как бой он видишь еле-еле смог ручкой и опять-таки зачем тебе защита логично если бы ты не знал как использовать свои силы для защиты потому что там как бы был козла мальчик так он и не знал он же не знал что вообще полубог поэтому естественные силы не мог пользоваться рядом с заводом для этого нужны были амбьюзивные отношения как полубоги вообще не калечитесь вставая по утрам особо такой жопой она была туповатой да как он добрый вообще все родители почти так делают я даже не могу понять это был первый дубль или последний но точно один из них он не понял что отыгрывать и все еще раздумывает над этим либо его уже задолбали все эти дубли и он не старается на своем последнем ну тогда могли бы вообще по середине какую-нибудь дубль взять такой гопник вообще это уже типа 80 дубль мы точно будем снимать 對了 sniper сб Rest Tennessee ну да чтобы бростн старался лучше говоря о конце света олимпию consistently ты очень плохо в последний раз когда что-то подобное связывало меня и греции я пел в маме Мия Но это, видимо, какой-то мюзикл, да? Но я не понял прикола. А, Мамма Мия, там происходит просто в Греции, да? Действия. Я просто не смотрел этот фильм, фильм есть такой. Тренируют Перси перед тем, как идти к Зевсу, чтобы доказать его невиновность. И кто это? Мне пофигу. Он так сказал, как будто Майкл Джексон, кстати. Кто это? Боже, её глаза сейчас вылезут и укусят меня. Украинский, это не такой безумный взгляд. А кто это такая? А почему мне кажется, что выйдет красный против синих, но не намеренно смешно? Не понял. Ну, красный против синих, но я не понял его шутку. Если я буду просто говорить всё, что я вижу, видимо, выйдет смешно. Это меч, это меч, это дерево, это дерево. Что, ты как-то много дереешь? Ещё один подростковый фильм, который я не... Я четвёртый, я, кстати, смотрел этот фильм, хер какая-то полная. Пишу в своё резюме. А, он там Симаус? They can't play too seriously. Go! Боже, просто захватите флаг, тебя что, тренировал Эдди Редмейн? Go! Ну нет, у Редмейна, Редмейна, Ред... Ну, 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 вы поняли, да, по-моему, побольше экспрессии. Теперь самое время поговорить о ваших лицах на тренировке. О, это когда мы такие... Вау, мне так весело. Но это гораздо сложнее, чем я думал. Именно, вы все делали это уже кучу раз. Покажите свои неубедительные лица. Оу, это сложно. Чё-то, по-моему, у них шиза какая-то просто биполярка. О, не... Сначала одно, потом другое. Прям лунные рыцари нафиг. Поттер, ты тыришь лицо у Нео? Нет, сэр, не правда? Да, правда, я видела. Ну ты задолбал уже, заткнись! Бедный Поттер. Киньте в джубе или чё-нибудь, она меня бесит. Не вижу тебя. Чего вам так Гарри Поттер не нравится? Я не понимаю. Типа, гласные книжки и фильмы? Перси находит флаг, когда ей... Не, ну фильм гораздо хуже, чем книжки, если честно. Находит его. Неплохо. Так, ты что-то среднее между Рейганом и Пазузу из Экзорциста. Ой, жесть, какая мерзость. Она надирает ему зад, но голос отца даёт ему совет. Оказывается, вода его лечит и делает суперсильным. Ура, я ничему не научился. А они могли бы уже 10 раз забрать флаг, пока он там валялся. Они стояли, праздновали. Эээ, смотри, я его победила! Тормознутое. Он жульничал и получил награду. Вот она, настоящая поучительная история героя. А почему жульничал-то? Он свои силы использовал, нормально всё. Ага, вот что случается с проигравшими. Хватай тарелку. Но ночь на унылой горе прерывает празднество. Кстати, он похож, знаете здесь, на кого? На... Степного Волка. Чё-то у всех какой-то странный акцент, мне кажется. Оказывается, это Аид, который требует принести молнии в обмен на воскрешение матери Перси. Да мне просто скучно здесь сидеть, поэтому я пойду с тобой прогуляюсь немножко. И за помощью ребята отправляются к Люку, который их уже выручал. Фига себе, блин, он там компьютерную комнату устроил, я уже забыл про это. Забавно, что они знают об играх с огнестрелом, но самим огнестрелом не пользуются в этой вселенной. Ну, это очень странно. Ну, на самом деле, а зачем? У меня есть вода, которая меня излечивает, и я могу сделать вот так. А, ещё ручка есть, которую я могу... Да? Нет-нет, не чище ты, вот что нужно против опасности реального мира. Отличные доспехи, которые закрывают не всё. Ой, господи, ты чё ты? Пугаешь меня! Как это нифига не современно, да? Чувствуете мой дух явного предателя? Как? Не, я не чувствовал. Как вам такой жирненький намёк на его мотивы? Да люди в загадочном убийстве меньше о себе выдают, чем ты. Я не знаю, может, я был просто мелким и не понимал. Хрен его знает, каким мелким. 12 лет назад мне было 17 лет. Уже не такой мелкий. Ну, значит, говноед просто либо не смотрю сквозь строки. Но он дарит им кроссовки с крылышками Марио. Он ведь точно не злодей, да? Это особенно интересно, потому что... Куда они делись? Пошли надирать за своим отцом. Человек, который дверь закрывает, такой... Чё? Какого хрена? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дааа. Собрались столкнуться с очевидным предателем, который всё равно при этом вас удивит? Даа. Нет. Ну-у-у-у-у-у-у. Кроме тебя, Гарик, да? Я люблю вас, ребят! Просто обожаю! Вы такие классные! Хоть палочкой в нос ссыкать! И мы все супер! Вы такие классные! Это всё здорово! Я вас так люблю! Так люблю! Соблюдайте дистанцию! Ну я же сказал, что Гарик я что-то как-то не очень долюбливый. Ну хорошо. Ой, хорошо. Они ищут три жемчужины, раскиданные по Соединённым Штатам, которые помогут покинуть преисподнюю после спасения мамы Пёрси. И первая находится в магазине экологичных продуктов. Почему у меня экологичных продуктов? Или там так написано было? Чудовище! Теперь желание людей не исполнится! Так они же давно лежали, может они уже давно использовались. Они замечают статую в стиле испуганных и обосравшихся, а ещё женщину, убегающую от чего-то. Можете догадаться, что нас ждёт? Медуза. Чудовище! Не, я не помню, я долго догадался об этом или нет. Хотя, по-моему, книжку я читал раньше, поэтому скорее всего догадался. Вечное адское создание, чей взгляд обращает людей в камень. Угу. Ну, это замечательный сюрприз. Или Ума Турман, которая всё ещё не смыла с себя Бэтмена и Робина. Вот, она играла в Бэтмене и Робине? Чё, я не помню. Что? Да уж, что за разочарование! Как они могли тебя осуждать, если ты их в камень превращала? И дело не в том, что это Ума Турман, а в том, что это просто она. У неё волосы из змей. Хорошо, стандартно. Но посмотрите на все эти дизайны, которые люди успели создать. Можно было вдоволь повеселиться с концепцией современной Медузы и современными технологиями. А это просто обычный человек с волосами-змеями. Ну, в принципе, согласен полностью. Гляньте на эту дуру. Она знает, что смотреть нельзя, но почему-то всё равно смотрит. Нет, мне не учили, что надо смотреть в глаза. А я смотрю к ней сходить в глаза. Так, вроде ещё никогда... Ну, она права, да и шипение змей так успока... Ну, блин, так интересно, дай посмотреть. Ой, попалась! Скажите мужу, что я умерла от тупости. Насколько она, ты реально глупый, я не понимаю. Типа, тебе сказали, ты пройти шивками, не смотри на неё. Мне интересно. Ну, сиди теперь. Как думаете, что ей сказал режиссёр? Итак, Кума, представь, что ты бухаешь уже несколько ч... Часов, он внезапно осознаёт, что тебе нужно в туалет. Реально, блин. Часто и мифы оживают на глазах. Похоже, что... Это, типа, в Греции все бухали. Не мо... Шикарный пустой. Ха-ха-ха-ха! Второй раз! Хорошая шутка. Можно освободить руку, но Гровер отрубает каменную и... Ты убил просто так человека. Это не должно было помочь, но фильм должен продолжаться, так что поехали. Кстати, смотрите. Он ей сломал руку. Но пальцы-то остались на месте, и она потом легко сняла их. Что?! И как же они убивают одну из самых известных мифологических злодеек? Как сучку. Ручкой, да? Она была настолько ничтожна, что отрубать ей голову было почти невежливо. Так, сценаристы, на фильм ушли миллионы долларов, поэтому я хочу, чтобы вы хорошенько подумали над фразой главного героя, которую он скажет, одержав победу. Так... Как банально. Или? Напишите то, что сказал бы двухлетний. Это тоже пойдёт. Мне кажется, двухлетний после этого бы расплакался. Чужины, и выясняют, что попали в новости. Да, нам ведь не нужно знать, какой информацией они располагают. Или закрывать шторы, когда у вас в комнате отрубленная голова. Они что, не изучали тупицологию в этом своём лагере? Какие-то они реально странные, вы чё? Следующая жемчужина в короне статуи. Так. Но сначала... Чё-то как-то корона вообще чужеродно выглядит на этой статуе. Нужно пробраться мимо уборщиков. Хрень собачья, он точно умер или переломал все кости. Да, скорее всего. Короче, детей у него по-любому не будет. Почему? Из-за того, что переломал кости, у него не будет детей? Ну, как бы, всё, что надо у него осталось, мне кажется. Они достают жемчужину с помощью летающих кедов, но попадают в засаду. Мы ждём тебя, мистер Джексон. Мистер Джексон? Не снова. Это что, не в первый раз, когда тебе хором угрожала шайка уборщиков? Блин, тонко. Они превращаются в гидру и нападают на героев. Хорошо. И, наверное, это очень угрожающе. Ну, как бы, я бы, наверное, увидел эту гидру и пересрался бы. Огонь теперь это как комарик укусил. Смотрите-ка. Порядок. С помощью головы Медузы они превращают огонь в камень. Чё? Какого фига? У огня есть глаза? Фильм, если не знаешь, почему это тупо, я не скажу. И вот они обнаруживают, что последний... К кому он обратился и по... Не и третья жемчужина в Вегасе. Это они писали на каждом постере. Да ладно. О, привет, сиреновидные сирены. Слава богу, мы ничего не знаем о сиренах. Ой, дурачки! Ну, хорошо. Вообще, эта часть фильма сделана с умом. Цветок лотоса искажает их разум, и они хотят остаться в казино и тусоваться там вечно. Есть даже чувак, который зависает там с 70-х. Офигеть. И как он вообще не постарел, непонятно, да? И это не просто хорошее современивание моментов из греческой мифологии, но и отличный социальный комментарий. А что-то в греческой мифологии были, они тоже, кстати, сидели. Играли в покер и в Блэк Джак. Это тему зависимости от азартных игр, наркозависимости и зависимости в целом. Они обнаруживают, что пробыли там несколько дней, хотя им казалось, что несколько часов. Будь весь фильм таким же остроумным, он бы вышел довольно крутым. Да не знаю, нормальный фильм. Но вместо этого нам выливают гору бессмысленного дерьма. Например, что жемчужина — это один из шариков рулетки. Да кто ее туда положил? Эээ, очень странное решение, согласен. Это все равно... Слишком просто. Я слишком тупо. Просто вытирать вашу задницу документами от дома. Эта вещь предназначена не для такого. Так. И Перси не сам справляется с этой трудностью. Просто отец советует ему не есть лотос. А, действительно. А где ты был пять дней последних? Почему ты не мог сказать этого сразу? Папаша! Опять-таки его выручает отец. Этот фильм стоило назвать «Боковые колесики». Почему? Не понял отца. Слава богу, администрация всегда держит ключи от машины внутри нее. По-моему, обычно вот такие машины, которые на стенде стоят, они без двигателя, возможно. Мне так кажется. Потому что сам себе в ногу без пуй не выстрелишь. Они сбегают и едут к вратам преисподней, в Голливуд. Ну, конечно, Аид на в... Где же еще могут быть врата преисподней только в Голливуде? Верняка лично дал добро на этот фильм. Они хотят пересечь реку Стива, но перевозчик помогать не готов. Что приводит к самой смешной реплике фильма. Прошу прощения. Нам нужно повидать Аида. В гости пришли. Не хочу. Поверьте, фильм прям подталкивает к этому. Грофер пытается его подкупить. Так. Именно так себя чувствовали те, кто заплатили за билет. Они наконец находят подходящую валюту, и он отвозит их к Аиду. Наверное, биточек попросил. Не знаю, был он тогда в тот момент уже или нет? Поставьте пять звезд в приложении. В следующий раз постараюсь меньше говорить о политике. Их встречает Персиф... А, ну да. В принципе, таксисты везде одинаковые. Хотя я не разговаривал никогда о политике. Я вообще пытался не разговаривать с пассажирами, потому что... Потому что нафига мне это надо, отстаньте! ...сыгранная Розарио Доусом, которой нужно было чем-то себя занять до вторых клерков. Аид сыгранный Стивом Куганом, который, думаю, сойдет за Аида в стиле Джеймса Вудса, будь тот уличным фокусником. Кто такой Джеймс Вудс, я не помню. Ну, да, типа, идицц. Они находят молнии в щите, а его маму возвращают. Оказывается, их использовал Люк. Что, этот чувак абсолютно без мотивации? Персифона предает Аиды и говорит, что позволит ему уйти с жемчужинами. На жемчужины три, а людей четверо. Обидно. Математику полубогам тоже не преподавали. А почему они четвертую-то не нашли, или их не было? Вообще, типа, их всего лишь три, что ли, по всему миру разобросано? Это странно, реально. Почему? Странно. А, ну они же не считали эту пологию, поэтому... Ну вот смотри, я защитник, я остаюсь. А кто защищать-то меня будет наверху, дурачок. Вау, убеждать-то почти не пришлось. И когда-то быстро, он такой, серьезно, ты меня оставляешь, может, хотя бы немножечко это попробуешь уговорить, нет? Нет, я... Хорошо, пойдем. Дружба это самое дорогое. С другой стороны, а что плохого? Ему целую вечность трахаться с Розарио Доусон. Согласен, это неплохо. Ужас-то какой. Если не она, ничто не сделает из козла человека. Они приходят на Empire State Building, где Лукас уже готов их прикончить. Но, к сожалению, они так просто не сдохнут. Действительно, один против двоих, а у чувака молния. Серьезно, у тебя есть шансы? Она ему зад надрала, конечно, в порядке. Или ты слепой. Конечно, они борются один на один, и Лукас вот-вот возьмет верх. Естественно, даже клише. Какая жалость, что вода ему в дождливую ночь не подвластна. Вот если бы Манхэттен окружала жидкость. Или дело человека состояло бы из воды. Они тут все тупари. Ты вспомнил Аватара, что ли, когда она использовала кровяную магию? Перси использует водонапорные башни, чтобы окружить Люка водой. А он ему и не мешает. Реально, что-то сидит, тормозит. Он погружает его в воду и, наверное, убивает. Ток мучит. Кстати, я тоже сейчас об этом подумал. Типа, у него молния в руках, он окружился водой, и явно... Разряд должен его был грохнуть. Но нет, он живой. Почему? Видимо, молнии дефектные какие-то. Молнии и воды, а он в порядке. Электричество и пламя в этом мире просто приносят легкий дискомфорт. Перси забирает молнии и возвращает... Зато вода убивает. ...на Олимп, чтобы боги не начинали войну. Все вроде хорошо, но... Ты что, какое-то большое, сделай поменьше? Перси все еще в неадеквате. Говорит с отцом в первый раз. Мне достаточно было увидеть положительный результат теста на беременность. Типа, да ну нафиг, какой где-то эти учет. О, я вспомнил. Малькольм, иди сюда. Что тебе? Ну, к этому времени ваунутые подростки теряют всякую надежду, и их нужно замотивировать. Так. Но они мало что сделали, с чего им нужна мотивация? Они вообще ничего не делали, они просто сидели и писали конспекты. Эй, поднимите руки, у кого нет настоящих родителей. Вот видишь? Ладно. У нас временно исходит, так что я читаю речь тем двум, а ты тем двум. Зачем? Можешь один прочитать все четверо. Постой, а речь не должна отличаться? Они ведь разные. Я тебя умоляю. Так. Я знаю, что вы всегда считали себя лузерами. Но вы больше, чем вы думаете. Существует целый мир, о котором вы не знаете. В смысле не знали, я в нем жил. Он вот-вот рухнет, и именно вы можете вернуть баланс. Так подожди, он же уже все сделал, какой баланс? Это же конец. Но как? Но как? Как? Я ведь никто. Вами нет ничего особенного. Разве вы не знаете, Джубили и Эрагон? Вы не просто особенные, как мы. Вы самые особенные люди. Ты волшебник, Гарри. Вау. Вааааау Ха-ха-ха Ahahah Ты дракон не всадник, Арагон Ты избранный, НЕО Идемо Фу-ху-хуу Он так говорил А ты-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и sólo будешь стоять с одним из самых крутых из людей x джубелей Ха-ха-ха-ха-ха Эй-йいて его такойMER ы-ха-ха-хе-хе-хе-хе- Чё? Чё? но она реально как-то просто на их фоне на предыдущих никто есть, честно Я до сих пор не понял почему выбрали именно Джумеля Ну да, не всем же так везёт Просто будь благодарна за парочку камео в фильмах Сингр а и надо бы вот хотя бы Человека-паука было выбрать Иди reven Этой мотивации мне достаточно Хороша В Персе знаёт что посейдону было нельзя общаться с ним все эти годы Кроме регулярных мысленных созвонов. Объясни-ка это. И Перси возвращает. Так видеться нельзя. А позвонить-то почему бы нет? За героем, хотя, если честно, он мало что сделал. Он даже освобождает Гровера от бесконечного секса с Персифоной. Ну спасибо, мудак. Я хотел там остаться, ты сука. И чё? Я мир спас, что ты мне сделаешь? Но полёт был хорош. Саша песня — другой припев. Перси встречается. Как? Хахахахахаха Третий раз смешно. Четверо всё ещё не убирает волосы во время битвы и похоже они... Это, кстати, очень странно на самом деле, да. Лучите романтичнее. Ко, вместе. Хаахахахахаха Первое правило свиданий — всегда бери меч мужчины и используй против него. Хоть... Это как, фу, мерзость. Хахахахаха Кто-то чему-то учится. И это был Перси Джексона и Олимпийцы — похититель молний. Так. И после такой бури эмоций, думаю, будет логично сделать одно большое изменение. Какое? Ты куда пошёл? Так. Школа Джины Грей для валнутых подростков. А в начале там кто был? Там что-то другое было написано. Ну, видимо, сначала было просто обычное, да. Потом, ну, как-то... Первый фестерик всегда по канону передавал Джины Грея, насколько я помню. Эээ... Бразды правления, так сказать. Окей. Так почему именно Джины Грей непонятно? Что? Здесь именно. Боже, что никто не смотрел «Тёмного Феникса»? Нет. Я смотрю. Нет. Нет. Я же в людях Хэкс. Аааа... Тебя в фильме не было, насколько я помню. Или была? Я не помню, честно. Нет. В общем, это значит, что круг замкнулся. В том смысле, что он совершенно не замкнулся. Аааа... Перси Джексон – это самый неубедительный ваунутый подростковый фильм, который только может быть. Да нет, есть гораздо более неубедительный, как мне кажется. Пускай я и придираюсь к похожим фильмам, но в них хотя бы чувствовала страсть. Было видно, что люди хотели снять это, чтобы рассказать интересную историю. А тут создатели будто решили нажиться на популярной формуле. Ммм... Ну, да, на популярной книге это и так понятно. Здесь... Ну, я не знаю, мне все равно понравилось. И хватает эмоциональности, развития героев тоже почти нет. И визуальная сторона тоже не особо цепляет. Книги я не читал, но, надеюсь, в них было больше авторского видения, чем представлено здесь. Я на самом деле не помню. И с имена Перси Джексона я только читал одну книгу, и потом ещё там следующий цикл, который в этой же вселенной, я читал пару книг. Вот. Но мне, в принципе, понравились они. Это не ужасный фильм. Он просто стандартный, унылый, и так уже делали миллион раз. Это да. Согласен. И вы многому у него научились. Поздравляю, всем зачёт. Теперь вы будете всегда использовать эти клише. Получилось. Кроме Поттера, ненавижу его. Да хватит, чем тебе Поттер не нравится, я не понимаю. Почему, что? Бедный Поттер. Я не понимаю, Критик хочет быть не таким, как все, что ли, или что? Поттер же крутой. И? Рад объявить, Джубили, тебе зачёт с отличием. Да ну её, она мне бесит, здесь. Ооо, так неожиданно. Так неожиданно и неприятно. Это самый лучший день в моей жизни. Ой, что это было, не понял. К чёрту традиционный конец, я сделаю всё по-своему. Ооо, нифига себе, Карри Поттер, злой. Ооо, Поттер, это именно то, что я и ожидал от тебя на этом выпускном. Ой, завали. Теперь всё будет по-гаренному. По-гаренному. Это переходный возраст. Заткнись. Оооо, какого чёрта? А ты не знал? Меня не убить, я вампирша. Какого фига, с каких пор? Что? Это правда, что ли? Нет. Надо загуглить. Срань господня, да? Всё серьёзно, подожди, когда настало вампирша, не понял. Со странные. Продолжай. Кто считал Люди Икс, когда настало вампирша? Я ностальгирую ещё. Как так много, как в крови. Критика, я помню. То, что вам не обязательно. Ооо, мой гангли. Кто? Спасибо за просмотр. Данный проект существует. Кстати, здесь почему-то не было его постоянного приветствия. Типа, аааа, я ностальгирующий критик. Или как он там говорил. Но видос получился просто офигенный. Правда, мне нравится этот фильм. Чё вы мне сделаете? Я в другом городе. Я пересмотрел его много раз. Надо его ещё пересмотреть. Ну, я не знаю. Просто я люблю фэнтезятину. Вот. Поэтому мне зашло, наверное. Или просто я говноед, как я сказал. Ну и видос получился шикарный. Огромное спасибо Джоши за перевод. Огромное спасибо ностальгирующему критику за контент. Огромное спасибо Гетсби за то, что меня попросил посмотреть этот видосян. Но вам, если понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бобинсы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok